Всем привет дорогие друзья и подписчики, а также гости канала. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления простого шоколадного печенья. Такое печенье готовится очень легко, главное строго следовать моему рецепту. Кого заинтересовало это видео, желаю вам приятного просмотра. Для начала приготовления я ставлю сотейник на газовую плиту, на которой уже включен огонь. Добавляю сюда в сотейник 200 грамм шоколада темного. Огонь ставлю самый минимальный, потому что мне нужно растопить шоколад, чтобы он мне не подгорал. Постоянно шоколад перемешиваю. Также добавляю сюда 50 грамм сливочного масла. Перемешиваю все и жду пока все полностью растопится. Шоколад и сливочное масло растопились, я выключаю под ними огонь и оставляю эту массу остывать. Тем временем, пока остывает шоколад, я взобью 100 грамм тростникового сахара и 2 куриных яйца. Взбиваю миксером до пышной массы. Теперь в эту яичную массу я добавляю свой растопленный шоколад со сливочным маслом. И перемешиваю в однородную консистенцию. Просеиваю сюда 100 грамм муки. Добавляю пол чайной ложки разрыхлителя и маленькую щепотку соли. Все вновь перемешиваю до объединения всех ингредиентов. После перемешивания тесто получается средней густоты. Такое мне и нужно. Противень я застелил пергаментной бумагой. И теперь массу буду выкладывать столовой ложкой на пергаментную бумагу. Массу всю я разложил на два противня. Когда будете распределять массу, то старайтесь отступать побольше расстояния между массами. Потому что они могут соединиться. Так как они увеличиваются в диаметре из-за своей консистенции. Теперь это печенье я хочу украсить семечками подсолнечника. В идеале можно конечно украсить их кедровыми орехами, но это выйдет очень дороговато. Поэтому я сделаю более бюджетный вариант и украшу семечками подсолнечника. Так тоже будет красиво. После того как я украсил свое печенье, я отправляю свои противни в духовку. Заранее разогретую до 180 градусов на 12 минут, не более. Прошло 12 минут, я достал свои печенья. Сейчас они еще влажные, но при остывании они должны затвердеть. В итоге я продождал около 40 минут, чтобы печенье полностью остыли. Так как в них содержится шоколад и сливочное масло, то для их затвердевания нужно хорошо охладить печенье. Но ни в коем случае не пытайтесь снять их сразу, так как изначально они будут слегка жидковаты. У меня на этом все. Кому понравилось это видео, поставьте лайки пожалуйста. Если вы новенький на моем канале и вам нравится мой контент, то обязательно подпишитесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok